Я планирую пойти на архитектуру. Либо программист, либо физик-ядерщик. Либо связаться с экономикой. Чуть больше знать о той или иной профессии детям, которым вот-вот нужно определиться, так как впереди ЕГЭ и поступление в ВУЗ, помогают встречи со специалистами-практиками и молодыми учеными. Что вообще повлияло на выбор профиля в медицине вашего? Сегодня старшеклассникам предоставилась уникальная возможность пообщаться с представителями из сферы медиакоммуникации, с ученым-физиком, с ученым в сфере медицины, а также управленцем. О научных достижениях студентов ТОГУ российское общество знания пригласило рассказать старшеклассникам, руководителям высшей школы медиакоммуникации и сервиса. Молодые IT-специалисты разработали мобильное приложение по оплате коммунальных услуг. Сдаешь мусор на переработку, получаешь виртуальные, скажем так, монеты, которые ты можешь потом монетизировать на скидке услуги ЖКХ. Компания «Кошалот» была воспринята как лучшим, и мы потом ездили еще и в Сколково. Молодой ученый Петр Перепеча из Дальневосточного института управления записывает профориентационный контент для соцсетей. Допустим, есть сериал «Офис». Там есть такой руководитель Майкл Скотт. И многие школьники смотрят этот сериал, знают этого персонажа, то есть очень много мемов с ним существует. Но никто никогда не анализировал, а хороший он менеджер, или все-таки есть какие-то минусы. И мы как раз в рамках нашего проекта вот таких героев будем брать и на интересном примере анализировать. Видео снимают меньше минуты, так как большим форматом молодежь не зацепишь. Я интересуюсь журналистикой. Я смотрю курсы по ораторскому искусству. Равилья Кантинского, он преподает общество знания и в Ютубе, и в Телеграме. Это во время подготовки УВБЛ. Научный мир также приспосабливается к современным реалиям. Если молодежь нельзя вытащить из телефонов, значит наука идет в соцсети. Мариана Гейт, Максим Артиков, Смотри Хабаровск.